Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Ключевой вопрос, уверен, который многие из вас задавали сами себе, это уже начало Третьей мировой войны или еще нет? И по состоянию на утро после ночной атаки, которую предпринял Иран против Израиля, мы можем, будем говорить, откровенно выдохнуть. Это пока что была разминка, это точно не начало Третьей мировой войны. Более того, судя по заявлениям иранского генерального штаба, они не планируют новых атак, они удовлетворяются результатом, который достигнут на сегодняшний день. Результат, будем так говорить, достаточно сомнительный, но тем не менее, корпус стражи исламской революции утверждает о том, что операция, которая проводилась ночью, достигла всех поставленных целей. Правда, это очень сильно напоминает то, что мы обычно слышим от российского генерального штаба и, в частности, от господина Коношенкова, который всегда говорит, что все цели были уничтожены, значит, задачи специальной военной операции достигнуты, а операция «Правдивое обещание», именно так она называется, которую проводила армия Ирана, они утверждают, что на этом завершилось, но мало кто сомневается в том, что Израиль нанесет удары возмездия, собственно говоря, из-за чего сегодня закрыт до 6 утра завтрашнего дня аэропорт Тегерана, пока будет закрыт с возможностью продления запрета, то есть Иран не очень сильно верит в то, что Израиль воздержится от ударов возмездия. Уже точно известно на сегодняшний день операция, которую точно предсказали спецслужбы США, они указали и время атаки, и точно предсказали количество дронов и ракет, которые будут запущены, предполагалось, что в результате будет нанесен удар 400-500 всего дронов и ракет, и эту атаку уже называют самой крупной атакой беспилотных литератных аппаратов в истории, действительно так, поскольку сегодня было выпущено одновременно за одни сутки, если мы сравниваем с войной России против Украины, здесь показатель обычно держится на уровне около 100 беспилотников, здесь был побит результат. Камикад иранскими террористами запустили 185 дронов Камикад за 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет класса «Земля-Земля». Большая часть пуска осуществлялась в территории Ирана, небольшая часть в территории Ирака и Йемена. Всего атака длилась в течение пяти часов, ее называют беспрецедентной, в том числе потому, что Иран впервые нанес удар по территории Израиля со своей территории. Обычно для этого они используют свои прокси-агентов, прокси имеется в виду Ливан, они используют, они используют палестинских террористов, сектора Газа, используют запуски с территории Йемена, здесь удар наносился непосредственно с территории самого Ирана, то есть атака уже точно вошла в историю как беспрецедентная. И сегодня у меня была возможность посмотреть коротко BBC в эфире британского телеканала, выступал военный эксперт, также британский, которые ему задали вопрос, кто поддерживает военным образом Иран в ходе этой атаки. На что он ответил, что официально его прокси, а неофициально Иран поддерживает Россия и Китай. Вот такой был ответ. Китай, ну будем говорить, откровенно ответ не удивил, он не неожиданный. Более того, учатся друг у друга, мы видим, страны зла, террористического ось зла, и аналитики Американского института изучения войны уже сегодня заявили о том, что удары Ирана по Израилю полностью копируют удары российской армии по территории Украины. Также подобной тактики придерживаются йеменские хуситы. По данным института изучения войны, атака ракетами и беспилотниками одновременно комбинирована, показывает, что Иран учится и у русиан, и у хуситов разрабатывать все более опасные и эффективные удары. Пока по Израилю, а далее по их союзникам. Также Иран угрожал нанесением ударов по американским военным базам, если они вмешаются. Ну и сочетание иранских дронов, все слышали, особенно украинские зрители, сразу безошибочно узнали летячие мопеды. Шахеды, их нельзя ни с чем спутать, они были запущены с территории Ирана, летели через воздушное пространство Ирака, Сирии, также Иордании. И мы увидели совместные действия, успешные, более 99% дронов и ракет, крылатых и баллистических, было сбито за пределами воздушного пространства Израиля. Действовали комбинированно, совместно. Это были ВВС Израиля, ВВС США, ВВС Великобритании и ВВС ИПО Иордании. И вот в результате действий коалиции четырех стран было сбито более 99% всего, то что летело, попали несколько баллистических ракет в израильскую военную базу в пустые Ленигев. Однако сообщается о том, что ранение получила только одна несовершеннолетняя девочка. Ни одного погибшего в результате этой атаки нет. Мы видим беспрецедентный удар, который наносился, было запущено свыше 300 летающих объектов и фактически такой нулевой результат. Таким образом, операция, которую проводили иранские вооруженные силы под названием «Правдивое обещание» полностью потерпела свое фиаско. Несмотря на это, мы слышим заявление руководства вооруженных сил Ирана, Ирана, в частности, начальник штаба иранских вооруженных сил, генерал-майор Мохаммад Бакири, заявил о том, что Иран оставляет за бой право и возможно совершить еще более масштабное нападение на Израиль, чем в ночь на 14 апреля. Уже историческая, напомню, она вошла 14 апреля. Войдет атака по своим масштабам. Но, как пишет Ройдерс, Бакири заявил об этом в интервью иранскому государственному телеканалу. Он сказал также, что наш ответ будет гораздо более масштабным, чем сегодняшние военные действия, если Израиль предпринят ответные меры против Ирана. По заверению официальной иранской пропаганды, Иран поразил якобы две израильские военные базы. Наши операции закончены, мы не намерены их продолжать. Ну, как говорится, кина не будет, расходимся. Ну, будем говорить откровенно, операция, которую проводили иранские мулы, откровенно провалилась. И это, в принципе, признают в том числе и их союзники. Заявление, которое сегодня все делают с осуждением, и в том числе, как ни странно, даже Организация Объединенных Наций выразила озабоченность. И все союзники осудили атаку Ирана ночную. Единственное, кто не осудил, это МИД Российской Федерации. Как говорится, сюрприз. На самом деле, никакого сюрприза нет. Отказались осудить эту атаку. Более того, назвали это правом Ирана на самооборону, согласно, внимание, Устава Организации Объединенных Наций. Вот оно, как оказывается. То есть, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Точнее, террорист террориста видит издалека. В результате этой атаки, как сообщает официально прислужба армии обороны Израиля, была незначительно повреждена только авиабаза Неватим в пустыне Нигев. Это все, собственно говоря, это весь результат этой акции, которая стоила миллиарды. Миллиарды. Ну, или как минимум, сумма ее будет подсчитываться. Как минимум, речь идет о сотнях миллионов. Количество выпущенное, понятно, мопеды дешевые. Но ракеты, это каждая стоимостью несколько миллионов. Вот это все будет подсчитываться. И результат этой атаки практически нулевой, как мы видим. Тем временем, Байден из-за удара Ирана по Израилю уже созывает саммит Большой Семерки. Он заявил о том, что в первую очередь сконцентрируется на едином дипломатическом ответе на наглую атаку Ирана. Американцы также заявили о том, что они не будут предпринимать ударов по иранской территории. То есть, сразу вышли из этого конфликта. И многие критикуют американцев за эту позицию. То, что да, они участвовали в отражении, но исключили полностью возможность вовлечения. Это также сигнал Израиля, что поддержки военной не будет. В случае, если Израиль решит наносить, весьма вероятно, все ждут, что Израиль нанесет удар возмездия. С большой долей вероятностью это произойдет. Именно сейчас решается судьба этого удара. Военный кабинет Израиля заседает. Для того, чтобы принять решение, возможно, это будут точечные удары по командующим корпуса Стражей Исламской революции. Возможно, по военным базам будут наноситься удары. Но мало кто сомневается в том, что месть будет. Может, она будет горячей, по горячим следам. Может, она будет холодной спустя некоторое время. Но американцы и союзники сразу предупредили, что Израиль опять в этой ситуации будет рассчитывать только сам на себя. Ну, в принципе, ничего нового, как, собственно говоря, и Украина, которая также воюет всегда сама. Да, с помощью оружия союзников, но воюет она в результате, в конечном итоге, всегда сама. Израиль инициировал проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. Заседание назначено на 22 на 0, просто в среднеевропейскому времени. Сообщается о том, что оно пройдет уже сегодня, если его, конечно, не сорвут представители России и Китая. Постоянный представитель Израиля в ООН Гелад Эрдан, прошу прощения, призвал руководящий орган Семир организации ООН осудить Иран за вопиющее нарушение. И объявить Иранский корпус Страж Исламской революции террористической организации. С такой же просьбой, кстати, к руководству Украины обратился и посол Израиля в Украине Бродский. Просит признать КСИР, корпус Страж Исламской революции, террористической организацией. Пока судьба этого заседания не, скажем так, неизвестна. То есть, она назначена, еще раз повторю, если его не сорвут друзья Ирана в Совете Безопасности. Ну, заявление МИДа России я уже, в принципе, процитировал. Это все, в принципе, жалко и мерзко, и более чем прогнозируемо. Вот, угрозы, которые озвучил Иран в сторону союзников Израиля, держаться вдали от этого всего. Опять же, никого не остановили. Мы видим, что все приняли участие. Четыре страны приняли участие. Кроме, скажем так, сочувствия в террористическом мире, Иран сегодня выглядит, конечно, жалко. Будем говорить, даже в лицах своих союзников он выглядит откровенно обосравшимся. Поскольку эта военная операция показала превосходство явно и техническое, и тактическое. Самое главное, в разведке, еще раз повторю, 99 всего того, что летело, было сбито за пределами Израиля, за пределами их воздушного пространства. То есть, все упало на территории Иордании, Сирии и Ирака. Ну и ждем, ждем, друзья, ответного удара. Ответ должен быть жестким, он должен быть точным. И самое главное, нельзя оставлять действия террористов ни в коем случае без ответа. Ну а надежда России на то, что все загорится и отвлекут внимание от Украины, также не оправдались. Кстати, вот еще одни важные итоги, о которых я предупреждал, когда говорил о визите бывшего премьера Великобритании, ныне главы форен-офиса Дэвида Кэмерона. Он полетел к Трампу и таки этот визит дал итоги. Трамп уже заявил о том, что он не против предоставить Украине военную помощь, но в виде кредита. Ну и пусть будет так. Марджори Тейлор Грин, ярая трампистка, очевидно, упоротая, конгрессмен, известная своими нападками и, в общем, так сказать, некорректным поведением в адрес, в том числе, однопартийцев. Она угрожала Майку Джонсон отставкой. Неожиданно заявил, что на следующей неделе, скорее всего, будет рассматриваться пакет военной помощи Украине, Израилю и Тайване. Вот оно, все, как говорится, стало на свои места. Ну и мы видим, что атака Ирана прямо непосредственно повлияла на вопрос предоставления военной помощи Израилю, Украине и Тайваню. Вот он итог операции. Правдивое обещание. Правдивая лажа. Как говорится, кушайте, не обляпайтесь.